Всем привет! Не стоит бояться своих врагов, а нужно быть внимательнее с друзьями, которые во всем мстят и пытаются угодить вам. Очень часто случается так, что долгое время, общаясь с человеком, доверяешь ему во всем, а в итоге именно от него начинаются все неприятности. Чтобы этого не произошло, необходимо научиться выявлять недоброжелателей в своем кругу общения. Итак, давайте поговорим про то, какие же признаки есть у плохого человека. Такой человек эгоист, он сосредоточен только на самом себе. Он живет в каком-то своем мирке, где является центром вселенной. Вы обращали внимание на то, что он вообще не радуется вашим успехам. Он даже слушать не хочет о ваших проблемах, ему наплевать на то, что у вас случилось, как прошел ваш день. Он всегда перевернет беседу так, чтобы разговоры шли о его достижениях, о ситуациях, которые складываются только вокруг него. Такой человек искажает факты намеренно, до такой степени, чтобы вы начали верить в сказанную им ложь, и коверкание информации вам уже не кажется бредом. Такой человек часто вас обманывает, добавляет вымученную информацию к событиям. Причем, все это он делает для получения какой-то пользы. Такой человек очень часто не договаривает вам о чем-то. Если же правда вскрывается, он придумывает какие-нибудь отговорки. Допустим, забыл или не подумал, что это для тебя важно. Он никогда не рассказывает всей правды, если ее не получается исказить. Такой человек настраивает других людей против вас. Он делает так, чтобы окружающие узнали о ваших секретах, о ваших, возможно, нехороших поступках и подбивает всех вас критиковать, конечно же, участвуя во всем этом. Такой человек любит переукрашивать факты. Все это только ради получения выгоды и достижения желаемой цели. У такого человека нет ни грамма совести. Он лишен страха, эмпатии, без раздумий нарушают нормы и даже законы. Он манипулятор, хладнокровный, грубый и никому не удастся его перевоспитать. Такой человек всегда обвиняет во всем окружающих, а своей вины никогда не признает. Он не станет извиняться, если всплывет его недобросовестное поведение. Никому не удастся привлечь его к ответственности. Такой человек манипулирует людьми. В зависимости от ситуации, он надевает ту или иную маску и очень сложно увидеть его истинное лицо. Он все переворачивает таким образом, чтобы вы делали то, что он хочет, думали так, как он хочет. Он навязывает свое мнение, уговаривает вас пойти туда, куда вы не планировали. Такой человек вам не поможет. Именно в те моменты, когда вам нужен совет или его рукопомощи, он сливается и исчезает, придумая свои срочные дела. На самом деле ему все равно на ваши проблемы, ему даже нравится, когда у вас их очень много. Одно, в чем он может вам помочь, это уйти еще глубже, на самое дно. Ваши удачи и победы для него словно красная тряпка для быка. Очень часто именно такие люди становятся причиной всех наших бед. Такой человек хочет контролировать все вокруг и всех, все ситуации, которые происходят. И вас тоже это касается. Ему нужно вас контролировать, чтобы ощущать превосходство над вами, чтобы быть выше вас, лучше и главнее. Для этого он будет применять разнообразные способы. К примеру, он вас заставляет сомневаться в своих словах, в том, что вы видели в ваших моральных устоях и так далее. Как бы ни печально это не звучало, но в последнее время таких людей становится все больше. Такие люди всегда аморальны, они манипуляторы, бессердечны, а также эгоисты. Поэтому всегда оставайтесь бдительны, чтобы такой человек не втерся к вам в доверие.